Седьмой класс, 23 серия. Комбинаторика. Сочетание с повторениями. Давайте рассмотрим задачу на сочетание с повторениями. Сколькими способами можно составить набор из пяти пирожных, если имеется три сорта пирожных? Это задача на сочетание, потому что порядок следования элементов не важен. Важно, какие именно будут пирожные в наборе. Это сочетание с повторениями, потому что имеется три сорта, а надо составить набор из пяти. Задача решается по формуле. Число сочетаний с повторениями, сверху черта, из трех элементов по 5, равно числу сочетаний без повторений из 3 плюс 5 минус 1, по 5. То есть число сочетаний без повторений из 7 по 5. А это число размещений из 7 по 5. Вот 5 множителей, первое из которых равен 7. Надо разделить на число перестановок из 5 элементов. Это 5 факториал. Можно сократить на 6, на 5 и на 4. И получаем ответ 21. Число сочетаний с повторениями находится по формуле. Число сочетаний с повторениями из m по n равно числу сочетаний без повторений из m плюс n минус 1 по n. Графы. Граф математики – это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Точки, образующие граф, называются вершинами, а линии, которые соединяют вершины, называются ребрами. Если вершины соединены ребром, то такие вершины называются соседними. В полном графе любые две вершины являются соседними. То есть любые две вершины соединены ребром. И на рисунке представлен полный граф. Первая задача. 12 человек приветствовали друг друга рукопожатиями. 5 человек сделали по 9 рукопожатий, 4 по 3, 3 по 7. Сколько всего было сделано рукопожатий? 5 человек сделали по 9 рукопожатий. Четверо по 3. Трое по 7. Значение вот этого выражения надо разделить на 2, потому что одно рукопожатие на двоих. И будет 39. Можно построить граф. В графе будет 12 вершин, а ребер будет 39. Одно ребро на две вершины. Если два человека обменялись рукопожатиями, значит, эти две вершины соединяются ребром. Итак, ответ в этой задаче было сделано 39 рукопожатий. Задача вторая. В классе 30 человек. Может ли быть так, что 7 из них имеют по 5 друзей в этом классе, 13 по 4 друга, 10 по 7 друзей? Допустим, это возможно. Значение вот этого выражения надо разделить на 2. Потому что дружат два человека. Если бы мы строили граф, то две вершины надо соединить ребром. Это ребро означает, что два человека дружат. Давайте посмотрим. Значение вот этого выражения можно разделить на 2 или нельзя. Первое слагаемое представлено в виде произведения. Два нечетных множителя. Значит, значение произведения число нечетное. Здесь один из множителей четное число. Значит, произведение будет четное. И здесь будет четное. Если к четному прибавить четное, сумма будет четная. А если к четному числу прибавить нечетное, сумма будет нечетная. Нечетное на 2 не делится. Значит, такого быть не может. Задача третья. На доске треугольники и пятиугольники. У них 26 вершин. Сколько пятиугольников? Давайте за х обозначим число пятиугольников, за у число треугольников. Столько вершин у пятиугольников, а столько у треугольников. Всего 26. Надо решить вот эту задачу в целых неотрицательных числах. Начинаем перебор. Решаем перебором, например, по х. х равен нулю. Не подходит. 26 на 3 не делится. х равен одному. Подойдет. у равен 7. Это одно из возможных решений. Если х равен 2, 16 на 3 не делится. Не подходит. Если х равен 3, 11 на 3 не делится. Не подходит. Если х равен 4, здесь будет 20. и у равен 2. Это второе решение. Итак, данная задача имеет два решения. Один пятиугольник, семь треугольников или четыре пятиугольника и два треугольника. Вопрос задачи. Сколько пятиугольников? Ответ. Один или четыре. Субтитры создавал DimaTorzok